очередной тест на канаде на данный момент это ясный сокол х 12 мф Толщина обуха 3,3 мм, сведение 0,5 мм, ширина спуска 17 мм Твердость не знаю, здесь не написано, а нет, написано 61 твердость 0,8 мм, где-то так 0,9 мм Продолжение следует... 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 Ну прям смешно, что режется прям хорошо, хорошо режется. 200, 200. Три, два. Три, два. Три, два. Проскальзывает. Вот как ты сделал ручку, так она не проскальзывает. Три, два. 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 Три. Трисим Я не ожидал такой прыжки, но походу он посыпется. Вот если не посыпется, вот это будет бомба. Что за эту цену? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 4 Ну и отлично Ну как бенчик отработал, только агрессивнее надо Подолгу Слабенький Вообще ничего нет От души подолбил Да ничего нету, совсем DimaTorzok Сейчас посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слушай я прямо сильно удивлён совсем чуть-чуть какие-то замятия есть. Слушай, ну есть замятия, но вообще выкрашиваются. Но глубоких покрашиваний нет. Обрати внимание, насколько максимально сейчас доедем до конца. Слушай, это круто. Это на самом деле очень круто. Смотри, на самом конце насколько неглубокие просто выкрашенные. То есть это вот максимум. Вот я там херачил как бы от души. И вот обратно вернемся и посмотрим. Вот она. Короче, не судьба тебе ножи продать. Вообще пепельный. Ну блин. Фигеть. Это вот всё. Я сейчас уперся в пластырь. Дальше ударов просто не было. Охренеть. Суть в чём. Он, конечно, пересушен. И замятия нет только в выкрашивании. Но выкрашивания настолько мелкие, настолько несуразные. Они несуразные относительно. Насколько от души долбил. Тем более он большой и тяжёлый. Поэтому там еще играло роль то, что он в принципе тяжёлый. То есть я вроде делаю одно и то же движение, а удар сильнее. И настолько мелкие выкрашивания, что ну я прям был удивлён. И очень хороший рез. И лезал просто как... Ну я до этого знал, что Ясный Сокол как бы они термичат хорошо Д2. Это Х-12МФ. Ну это одно и то же. В принципе. Там термическая обработка то же самое. Потому что состав один и тот же. Круто. Я не ожидал такого результата. Я думал будет хуже. Короче, у нас в полку прибыло, как говорится. У нас Южный Крест очень хорошо показал Х-12МФ. И Сирийкий. И Ясный Сокол тоже. Молодцы. Это именно про Сирийку разговор, естественно. Не про кастомных термистов. И Сирийкий пока вот два. Я Альяна, я рад. Это очень круто. Я хотел этот нож продавать. Причём цена-то невысокая. Да, этот нож Сергей делал. Клинок это от Х-12МФ от Ясного Сокола. А рукоять делал Сергей. И сам клинок стоил, не соврать бы, тысячи, по-моему, полторы. За полторы тысячи получить клинок такого размера и с такими качествами. Ну, ребят, не сочтите за рекламу. Но я бы на вашем месте просто бежал, пока они не опомнились и не подняли ценник. Пока они не посмотрели видео. Я бы на вашем месте просто бежал бы и покупал бы у них просто реально либо клинки, либо ножи. Они постоянно ВКонтакте выкладывают, ну, тупо, какие ножи у них есть. И у них постоянно всякие акции. Блять, это звучит как реклама. Но это реально не реклама. Давайте разбавим немножко, чтобы это не выглядело совсем рекламой. Потому что не факт, что остальные ножи будут такие же. Ну, кстати, да. Может, это нам повезло просто. Да, реально не сочтите за рекламу. И я просто время от времени... Я вижу, что дешево. Я иногда покупаю, хотя денег тоже у самого не так много. Но если я вижу, что, блин, ну, блин, тантоид такого размера, я его купил просто потому, что это интересно. Потому что это, в принципе, это русский ответ к этому колстиловскому рекону. И, блин, достойный ответ вообще. Так я почему-то думаю, что он еще и покруче будет. По части твердости стали... Ну, в смысле, по части стали и сто пуду вообще. Ну, если мы говорим про сам... Есть испольник брокенскулы. Ну, брокенскулы, ну, да. Там оно такое себе. Ну, тем не менее. То есть, если мы говорим про сирийку, то мы говорим про сирийку. Короче, хватит дифирамбы петь. Косяки-то тоже есть. То есть, сам клинок замылен очень, если мы будем говорить про... Давайте я просто расскажу, почему он говно. Не говно, конечно. У него спуски есть, да. Все, а все. Но он замылен очень сильно. То есть, обработка и все дела это... Ну, на любителей, если... Если вам это нравится, то да, я бы его перезлицали на самом деле. Просто потому, что все очень сильно замылено. Граней нет. Даром, что здесь хотя бы зубы как-то ставили. Зуб очень короткий. То есть, здесь ни... Ни туда, ни в Красную армию, если вы понимаете, о чем я говорю. То есть, этот зуб вроде есть, а вроде и он и не нужен. Поэтому, ну, вот как-то так. Но... Качество... Мне мозг подгорчил. Ну, а что делать? Ну, просто чтобы не понимали... Чтобы понимали люди, что это не о рекламе речи. И никто денег не занес. Почему-то. Почему-то, да. Заносите. Разговаривать. Разговор будет другой. Что там? Это, наверное, самое длинное послесловие. После тестов. Короче. Все все поняли. Каждый для себя будет решать сам. Имейте ввиду. Не болейте.